Привет, друзья! Меня зовут Вадим. Живу в Таиланде уже 11 год. Всего у меня семеро детей и один внук. Несколько бизнесов разных. Я предприниматель со стажем более 30 лет. И на этом канале рассказываю о своей жизни, о своих достижениях, о бизнесах, о том, как я живу в Таиланде. А сегодня мы поговорим о тайской недвижимости спроса и предложения. Друзья, первая мысль, которая ко мне приходит, когда мы хотим поговорить о недвижимости Пукета, это недооцененность. Вот совсем недавно, мы там пару месяцев назад летали с супругой в Штаты, покатались по всем Штатам и Л.А., и Сан-Франциско, и Майами. Очень похож, скажем так, курорт мирового масштаба Майами. И вообще там Флорида с Гукетом, наверное, как-то. Затем в Тубае у нас там и компания есть, и мы часто туда летаем. Ну, другие курорты я знаю, тоже хорошо изучаем. Там Гонконг, Сингапур, то есть, ну, это, конечно, такие не совсем релевантные курорты, но, тем не менее, мы изучаем недвижимость в местах мирового масштаба. Вот так можно сказать, да? Так вот, я вам скажу, что на сегодняшний день на Пхукете квадратный метр хорошей качественной недвижимости в каком-то там строящемся или законченном комплексе курортной недвижимости инвестиционной вы можете купить 3,5-4 тысячи долларов. А вот в тех местах, про которые я вам говорил, там Дубай, Майами и так далее, там 15, 20, 25 тысяч долларов за квадратный метр. Ну, можете себе представить, да? А по уровню жизни и по качеству жизни вообще Дубай вообще нереально сравнивать. То есть, это как бы, ну, как можно сравнивать пустыню с тропиками, да? То есть, море, в котором там не очень комфортно купаться, а с океаном индийским, да? Там с кораллами, рифами и так далее. Ну, и как бы и тропики, зелень, воздух, кислород. То есть, но Дубай молодцы, маркетологи лучшие в мире. И раскрутили его таким образом, что там сейчас недвижимость стоит баснословные цены. Ну, то есть, исходя из того, что здесь недвижимость недооценена, то велика вероятность того, что в ближайшее время мы увидим бурный рост цен на недвижимость на Пхукете. То есть, вот это такое мое предсказание. Готов, кстати, поспорить. Пишите в комментариях. Если хотите со мной поспорить, я вот предсказываю, что за 2-3 года на Пхукете будет цена X2. И вот готов поспорить на это. Кто-то мне как-то задал вопрос. А что я думаю по поводу падения рынка недвижимости в сезоне 2023 год? Отвечу вопросом на вопрос. Какое нахрен падение? Где вы видите падение? Проанализируйте немножечко, посмотрите критически на то, что происходит сейчас на курортах мирового масштаба. И вообще, то есть, там на какую-то там инвестиционную загородную недвижимость. В этом турбулентном мире, где супервысокий уровень неопределенности, где эти гребаные, блин, войны, наоборот. Рынок недвижимости это такая тихая гавань. И она всегда с покон веков растет в цене. Бывают какие-то падения краткосрочные, конечно же. Не бывает такого, чтобы всегда все росло и только росло. Бывают стагнации, бывают падения. Но все равно отыгрывается, через какое-то время отыгрывается. Так вот, у нас была пандемия. И это была стагнация. И это было падение в мире, когда никто ничего не понимал. Были такие локдауны и так далее. То вот тогда да, было. Но все, пандемия в мире закончилась. И поэтому уже на сегодняшний день я вижу впереди только рост. Если, конечно, не будет чего-нибудь такого, какого-нибудь апокалипсиса, вообще ненормального, если Америка не надумает воевать с Китаем или Китай с Америкой, если никаких ядерных бомб не будет, то есть вообще не уйдет мир в какой-то мрак, в коллапс, то я вижу только рост цен на недвижимость. И этот рост, он закономерен. Сейчас отложенный спрос, было много всего заморожено, были коллапсы всякие разные. А сейчас нас ждет только прекрасные перспективы роста цен на недвижимость. Сейчас после пандемии спрос явно превышает предложения. Сейчас вообще такой поток туристов, еще в пандемию очень много проектов загнулись, которые вообще остановили строительство, ничего не происходит во многих проектах. И многие проекты, конкуренты еще не родились, можно так сказать. Поэтому сейчас явно пойдет все в цену. Потому что, ну, как бы, когда спрос превышает предложение, то, очевидно, этот спрос удерживается поднятием цены, чтобы всех удовлетворить. Законы рынка. Да, кстати, еще то, что я заметил, вот разницу между пандемией и сейчас, очень сильно изменился спрос на сделку, скажем, на чек, на средний чек. То есть, если до пандемии была самая главная цена, лишь бы подешевле, что угодно, но лишь бы подешевле купить, то сейчас, после пандемии, то наоборот, люди обращают внимание на качество, наоборот, хотят подороже, покупают по две, по три квартиры, объединяют их в одну большую квартиру. В общем, чек изменился, и потребность изменилась сильно, прям, то есть в разы. Если, скажем, там, тупо дали, средний чек был, не знаю, там, 3-4-5 миллионов, там, окей, там, 4-5 миллионов, а до сейчас, наверное, средний чек, там, 9-10. Ну, то есть, как бы в два раза. Уже X2 произошел в среднем чеке у нас, а то ли еще будет. Давайте лучше поговорим о росте цен на недвижимость. Я убежден и готов поспорить, что в ближайшие несколько лет мы увидим на Пхукете минимум X2 цен на недвижимость. Это очень консервативно, я вам говорю. Поэтому давайте, не стесняйтесь, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И, опять же, это не просто слова, готов спорить. Прям вот забиваемся. Ну, давайте так конкретно, чтобы то три года, вот от сегодняшнего дня, от выхода этого ролика, через три года я готов поставить, ну, не знаю, сколько там, сколько вы готовы поставить, напишите в комментариях. Я посмотрю, ваша ставка приемлема или нет, для того, чтобы поспорить с вами на тему, сбудется рост цен на недвижимость в два раза или нет. В ближайшие три года. Три года, давайте так, несколько, не два, не четыре, а три возьмем. Ребята, если понравилось это видео, то вы знаете, подписка, колокольчик, лайк. И посмотрите обязательно этот ролик прямо сейчас.